Набережные Челнах В среду-1 июня официальный сайт Набережной Челнова опубликовал информацию о том, что руководитель исполкома города Фархад Латыпов подписал постановление о запрете розничной продажи и употреблении пива в подземных переходах. Список объектов, где запретят продажу пива, впечатляет. Безалкогольными станут переходы на 21-й остановке. На Московском проспекте – пожарное депо Паргренада, Акмечеть, рынок, Семирязевский проезд, Московский проспект. На проспекте Семьбике вперед чем попали подземки остановок «Театральная», «Домостроители» и на проспекте «Мира» медгородок, 7-й комплекс, улица Ершова, 6-й комплекс, райисполком, театр «Кукол», молодежный, 30-й комплекс, Шишкинский проезд, школа. Кроме того, списки остановки – проспект Хасана Туфана, бульвар «Энтузиастов», «Океан», «Глопус», «ДК-энергетик», «Универсам», «Микрорайон бумажников», «Электротехников», «Энергостроительный технику». Свернуя свои пивные котомки, частым предпринимателям ввели на весьма сжатые сроки. По информации начальника управления потребительского рынка и услуг Раисы Султановой, предпринимателям предоставлено возможный срок до 5 июня завершив все организационные мероприятия по ликвидации и реализации пива. Как пояснили корреспонденту газеты «Вовремя.ру», в отделе по работе со средствами массовой информации Горсовета Автограда, в вышедшем постановлении речь идет пока о киосках, подземных переходах. В итоге, как рассчитывают в администрации города, ассортимент таких точек станет безалкогольным. Подобные прецеденты в городах России уже были. В 2009 году во Владивостоке розничную продажу пива запретили на территории пляжей и мест массового отдыха. С такой же инициативой выступает сейчас и в Красноярске. Однако, судя по всему, подземными киосками дело не ограничится. По словам начальника дела по работе со СМИ Горсовета Автограда Фанилы Илаевой, в дальнейшем предполагается запрет продажи пива в киосках на остановках. Постановление имеет под собой федеральную законодательную базу, так как есть закон не реализовывать и не употреблять пиво в общественных местах. А подземные переходы и остановки – это и есть и самые общественные места, заключили в отделе по работе со СМИ. При этом магазинчиков шаговой доступности типа 24 часа, расположенных порой буквально под окнами жилых домов и активно торгующих пивом запрет, пока не коснется, сообщила Илаева. Как рассказал один из участников рынка пивной продукции, подобные меры действительно повлияют на этот бизнес. Ту долю продаж, которая раньше была закреплена за киосками, теперь заберут себе сети. Процент продаж у поставщиков тоже уменьшится, но не так значительно. На следующий год в набережных Челнах планируется сокращение количества летних палаток и замена их на летний кафе при стационарных заведениях. Цель такого преобразования, как заявляют в Горсовете, научить челненцев культуре отдыха и, в частности, культуре потребления спиртных напитков. Как сообщается на официальном сайте Автограда, в летний сезон 2011 года на территории города будут работать более 100 летних кафе, площадок и веранд, которые позволят создать дополнительно около 2000 рабочих мест. Сколько их станет в 2012 году, если эта инициатива получит свое развитие, неизвестно. Продолжение следует...